Паразит Ни с какими паразитами вообще До сих пор не могу запомнить Эти бесконечные названия Грибковых заболеваний Не помню Не могу запомнить Потому что их нету у меня А меня люди спрашивают А я должен лезть в правочник вначале Нету А нету потому что я не калечу деревья Это вот для сейчас я понимаю Это первое Я же изучал не только свой сад Но и другие сады Помните Из калечного дерева висит этот Бутылка Там по бутылке бедных несчастных насекомых Которые погибли в мученической смерти Потому что дерево было искалечено Вот это А кстати вы тут Вот они То чего я не помню и не знаю Вертец и лез Манилёста я правда слышал Мучистая роса Ой Они страшны там где калечатся деревья Вот если коротко А потом помните же все Ведь если дерево голодает Оно болеет Вот что интересно да Не надо бояться суровых мест Я всегда сравниваю с людьми Я вынужден это сказать Вот И наверное дальше я не буду эти вопросы И потом Антон Валерьевич Чтобы не было никаких обид Вы их потом скопируйте Пришлите мне Сделаем Мы же договорились Пока будут зрители Слушатели Мы будем продолжать Так Вот Но я отвечу именно на этот вопрос Почему Вот я всегда сравниваю с людьми Помните я говорил Попробуйте кровоточную рану Суньте в коровье дерьмо Не хотите Так зачем вы суете туда Искалеченные корни деревья Это один пример Или вот этот пример Без него вообще Нихуда деваться Каждый год Как только посреди зимы Мы же сибиряки Потепление Все в лёжку Весь город Да и какой город Вся Сибирь по-моему Вот В лёжку Ну меня в этом году пронесло Бывало и меня цепляло Грипп Вот Самый здоровый бугай Сляжет от гриппа только так Понимаете в чем дело Потепление Организм все время должен находиться В состоянии войны С окружением У него иммунитет Только Расслабился Все Прощай Здоровье А некоторые Укалечатся Потому что Высочайшая температура Приводит К осложнениям Почки И печень И прочее Вот И Раз уж так Говорим Да Я скажу последнее Значит Советское время Мой старший сын Тогда единственный Температура 38 Простуда или что Приходит врач Скорой помощи В Норильске Строго Только я Адрес Да вот тут Адрес Вот так было Это должно быть всегда Но не будет уже никогда Сейчас Больница рассчитана Только на это На кровопускание В смысле денег Так вот Времена изменились Приходит врач Чуть-то Аниматом Открывает Самофорточку Снять Немедленно носки С ребенка Чтобы ходил Босиком Норильск На улице Минус 40 Вот И пусть так ходит Да вот у него Температура Обругала И ушла Как я лечил На голову ребенка Шапочку На ноги Шерстяные носки Какие есть там Двое-трое штанов Это самое Пару теплых копт И под теплое одеяло Все А так как ему скучно Под теплым лежать Я лежу с ним И учу его читать Вот Проходит 21 век Проходит 1919 год Так Тимошка Температура Захожу Все растерянные Что такое Пришла врачиха Копия той Опять Почему это самое Снять носки Открыть форточку И пусть так ходит Ну А таблетки Само собой Сбить Сбить температуру Глупости Запоминайте все И всегда Самое главное Лечение Это я вам говорю Хоть я и не врач Мне можно верить Самое главное Лечение детей Особенно И взрослых Заключается в том Что если организм Поднял температуру Не до критической От которой Может быть осложнение А такое божеское 37-38 Вот А взрослого Можно и 38-5 Как можно теплее одеться Как можно теплее И под Три одеяла По два одеяла И ждать Лежать Часами Часами Пока организма Нет Они С помощью вас Инфекцию Не уничтожат Этим же теплом Вот Все Пока все На сегодня А так как Я все таки Не зря в деревню ездил А можете относиться Как угодно Есть гостевая книга Там вот не зря Спор идет Про эти У абрикосов Корневой шейки Есть ли абрикосы Которых не выплевают Я свое мнение сказал Можно Не только абрикос А яблоню Можно Самая Считается Выносливая На выплевание Яблоня Все можно угробить Если Дурью маются Как эти самые Феи Из бобра А сейчас Я вам Включу Этот самый Диск То есть диск Ролик Он всего 10 минут Вот он еще На проське На моей Вот Где-то Сегодня 15 Вчера был снят Вот Пожалуйста Посмотрите А я с вами Прощаюсь Вот Тут ребенок Уже спит А я кричу Во все горло А я пошел На кухню Вот Включаю И На сегодня До свидания Я потом По вашей реакции Мне потом Антон Валерьевич Пришлет ваши эти Если там будет Написано Что я ерунду говорю Ну и все На этом закончили Нет Продолжим Итак Поехали В мой сад Ну Антон Валерьевич Волшебник Такие возможности Открылись Не успел снять Не зря Некоторые Называют Мой сайт То есть Наши передачи Что это блоги И прочее Слова-то какие Так, друзья Начинаем Весенний Разговор До свидания Разговор пойдет Об обрезке Целую лекцию Я писать не буду Около десятка Видов обрезки Это вам Скажут И на Плоотношение И обрезка На санитарные Еще много Дурных Тупых Вам расскажут А мы сейчас Сюрья Сергеевна Вам покажем Как делать Обрезка В этом саду Он не зря Называется Лучший в России Да, калечим Но У нас только Малышей Вынуждены Это делать Вот Мне говорят Сколько у тебя внуков А я знаете Что отвечаю Я никак Сочетать не могу Да, Юля Так Вот моя помощница Так, Юля Ты Приготовила Эту Маси Она мне Больше всех нравится Мне уже Когда Бугалков Рекламный Заплатит Вот Когда Интересно Он про меня Не знает А я везде Всюду Знаешь Маси Бугалкова При минцевой Температуре А тут Случайно Плюсовая Вдруг Сегодня у нас 14 14 марта Да Или 15 15 Так Что мы делаем Вот он Секатор Так Я буду Что делать Пытаться Одно А ты будешь За мной замазывать Причем Сразу Значит Что получается Друзья Небольшой Экскурс Если Вот эти Вот Веточки Видите Это Маточное Дерево Оно Не простое Это Академик Вон Бирочка Висит На ней Написано Академик Теперь Если Не делать Специальную Обрезку Для Заготовки Черенков Получается Так Нормально Развивается Вот Эту Ветку Еще Годом Раньше Могла Бы Годиться Для Черенкования Так Обычно Начинаю С третьего Года Вот Третий Год пошел Раз Два Три Вот И вот Получается За Нет Четвертый Пойдет Пойдет Вот Это Вот Пошел Третий Вот Эта Развелка Они Уже Короткие И для Меня Товарного Значения Не имеют Можно Нижнюю Часть Вот Здесь Вот Взять Привить Юля А тебя Уже Тоже Так Что Уже Вот Эту Часть Годится Для Тонких Подвоев Или Если Вращеб Да Но В принципе Что Получается Если Оставить Покое А Каждый Из Этих Веток Тоже Даст Обычно Ну Вот Так Три Четыре И В результате Они Станут Еще Короче И Все Товарное Видо Что Я Должен Я Нашел Три Товарные Ветки Раз Два Три Оставляем Обычно Три Четыре Почки А Все Остальное Пойдет Вам На Продажу Потому Что Иначе Человек Выброшу Сергея Уже Запасе Сергей Жил Итак Тосой Срез Раз Вот Я Не Считаю Заполноценными Эти Почки Они Спящие Тогда Получается Я должен Резать Где-то Вот Тут Выше Почки Под 45 Градусов Я Несколько Раз Оговорился Говорил Почему-то Под Почку Ну Под Почку Это Я Вот Так Подразумевал Но На Сам Деле Люди Могли Понять Не Так То Понять Не Должно Быть Ну Здесь Видно У меня Уже Старая Селевая Рука Дрожит Так Вот Так Юля Тут Жем Наверное Замазывает Это Очень Важно Так Теперь Что Мне Делать Это Маточное Делево Так Эти Уже Ветки Неполноценные Если Я тут Буду Резать Все Получится Еще Меньше Но Нам Нужно Получить Какое-то Колесо Плодов Я Их Не Трогаю Срезаю Вот Эту Ветку Вот Так Поднимем Потом Где-то 3-45 Градусов И Вот Это Вот Это Уже Получается И Заготовка Членков И Еще Кстати Обратите Внимание Юля Секунду Подожди Нигде Никогда На моих Деревьях Вы не Найдете Следы Подмерзания Смотрите Ни На этих Срезах Ни Даже На верхушках Обратите Внимание Если вам Видно Что Происходит Вот Не Замерзли После этой Лютой Зимы Еще Один Момент Я Никогда Не пропускаю Такие Казалось бы Мелочи Вот Когда Юля Я Посадил Это Деревце Оно Здесь Посажено Я Не Привал На Место Я Посадил Однолетка Она Поэтому Такой Мелкая Вот Вот Эти Деревья Встань туда Пожалуйста Послужишь Этим Фанатом Ладно Прям Под самое Дерево А то Не видно Будет Этот Еще С этой Десклон Еще Это Вот Эти Деревья Были Посажены Здесь Однолетними В Весна 2015 Года Когда Мы Докупили Этот Участок Вот Что Вы знаете Получили А Вот Это Отстало Бывает И У него От земли Еще Пошел Росточек А это Уже Вот Это Вот Юль Видишь На нем Нет Этих Плодовых Почек На этих Уже Есть Это От Ниже Привыски От Подвое Пошел Росток Я его Никогда Не убираю Мы Получим Плоды Тут И Тут А вот Здесь Надеюсь На Деколе Мы Получим Плоды Похожие На Пусть Мельче Но Похожие На Этого Академика В В В Плоды Попадали Всего Шеста Грамм Пойдем Дальше Так Веточки Потом Поднимешь А Знаешь Что Тут Я уже Замазала Пожалуйста Подним Веточки Отнеси Пока Подпиши Академик А я Продолжу А вот Начну Вот с этого Абрикоса Почему Сейчас Поймете Вот Здесь Мне Приходится Трудиться Как Годом Раньше Если Обратите Внимание Я может Найду Этот Я даже Фотографии Делал Кажется Делал Вот То Что Обрез Обрезка Была Сильная Оставлял По Три Четыре Почки Это Есть В фильмах Снято Годом Раньше Так Они Дали Мощнейшие Ветки Вот Они И Они Был Сейчас Мною Отрезаны Они Прекрасны Большая Часть Из них Годится На Прививку Согласны Вот Это Интересно Картинки Нет А Все Делал Это Очередная Моя Попытка Я Все Вижу Железово А Какую Картинку У меня Есть Фотография А Нет На На Что Нажать Тогда Получается Все Испорчено Получился Совершенно Не то Что Я ждал А Даже Лучше И Вот Значит Это Дерево Еще Не Плодоносило Вырастило Очередное Поколение Я жду От него Плоды Я жду Чуда А Не Видели В этом Вообще Ничего Не Видел Нужи Деньги Почему Нужи Всегда Вот Есть Проблемы Нет То Что Я Ну Ладно Заново Неудобно Так Вот А Мой голос Сейчас Мой голос Сейчас Слышит Нет Если Сразу Это Лучшее Дерево Это Ну Все Пусть Уже Заканчивается Что Будет А Да Погодите Сейчас Сейчас Им Надо Вот Это Смотреть Вот Видите А Они Они Не Видят Этого Если Оправдается Сейчас Сергей Возьмет На Прививку Для Того Чтобы Привить Саденцев А Я Вижу Виде Фильм Они Не Видят Единственные Не Единственные Но Лучшие Назовем У меня Еще Ну Все Смотрите Он Уже Кончается Там Посмотрим Что Получится Ладно 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 Рассказать Ну И Ради Интереса Посмотрите Я Замечательные Я Получил Чернок Под Названием Миндальный Я О нем Рассказывал Я До сих Пор Я Не Стал Его Резать Зимой Чтобы Сберечь Тот Тоже Не Резал Тот Резал Когда Это Только Ради Учебного Фирма Видите Я Ради Учебного Фирма Срезал Несколько Веточек До Того Чтобы Вас Научить А Так Вот Он Нетронутый А Сколько Денег Мог С него У меня Живетки По 120 По 150 Рублей Вот И Наконец Я Дошел До Того Так Или Вот Те Теперь Собери Так Подпиши Торцы Замашь А Верхушки Я Сейчас Приду Отрежу Вот Сейчас Все-таки Мы Попробуем Продать Хотя Уже Середина Марта И Вот Пример Миндального Для чего Вот Отрезал Вот Посмотрите Сколько Веток Я Не Продал Ни Одной Никто Мне Не Прикнет Сюда Хлоточек А Что Мне Прислали То Лиман Журиц Такое Может Быть Вот Но Он Не Похож На Журица Ну То То И Имеется Ввиду Как Синоним Полудикого Полукультурного Вот То ли Роскошный Абрикос Я Узнаю Надеюсь Это Все Цело До самых Верхушек Торцы Целы Вот Вот Это Я Отрезал Это Называется Обрезка На Для Этого Самого Для В общем Чтобы Дало Следующее Поколение Веток На Обрезку Назовем Обрезка Для Обрезки Будущего Или По-другому Обрезка Для Заготовки Черенков И вот Я Просто Хочу Сказать Я Показывал Этот Я Думал Как Фильм Показал Рассказал Что Я Не Видел Кладок Что Это Кот Мешки Но У меня Столько Кот Мешки Превратили Федевры Я Говорил Ну Может Кто Возьмет Веточку Тогда Отрежу Ни Один Вот Никого Не Интересует Вот Высоким Процентом Выигрыша Мне Стало Обидно Горько Но Никому Не Посылал Не Навязывал Не Захотели Не Надо Ждем Следующий Год А Тогда Уже Будут Фотографии Будут Фильмы Все Благодарю За Внимание Это Часть Моего Вебинара Продолжение следует